Клариса Пинкола Эстас. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Перевод с английского Науменко. Москва. ООО «Издательство София». 2010 год. Слова «дикость» и «женщина» заставляют женщину вспомнить, кто она и чем занята. Они представляют собой метафору для описания той силы, которая переполняет всех женщин. Они олицетворяют то, без чего женщина не может жить. Архетип первозданной женщины можно описать и другими, не менее подходящими словами. Эту могущественную психическую сущность называют инстинктивной природой. Однако первозданная женщина выходит за рамки подобного определения. Ее можно назвать естественной душой. Но это название тоже не вмещает в себя архетип первозданной женщины. Ее именуют врожденной, основополагающей природой женщины. Называют подлинной, неотъемлемой ее сущностью. Поэты говорят о другой, о семи океанах Вселенной, о далеких лесах или о подруге. В разнообразных мировоззрениях и направлениях психологии ее называют «оно» – «я» – срединной природой, а в биологии – природотипичной или фундаментальной. Примечание. Язык сказок и поэзии – могучий брат языка сновидений. Основываясь на многолетнем анализе разнообразных снов и современных, и бывших в прежние времена, то есть почерпнутых из письменных источников, а также священных текстов и сочинений мистиков, таких как Катерина Сиенская, Франциско Осидский, Руми и Экхарт и произведений многих поэтов – Диккенсен, Милле, Уитмена и других, могу предположить, что душе присуща функция стихосложения и художественного творчества, которые проявляются тогда, когда человек спонтанно или намеренно предпринимает путешествие к инстинктивному центру своей души. То место души, где сходятся сновидения, сказки, поэзии и искусство, представляет собой мистическую обитель инстинктивной, дикой природы. В современных снах или поэтических произведениях, как и в более старых народных сказках и сочинениях мистиков, весь этот центр рассматривается как существо, живущее собственной жизнью. В поэзии, живописи, танце и сновидениях он чаще всего символически изображается либо как одна из великих стихий – океан, небосвод, недра земли, либо как олицетворённая сила, царица небесная, белая лань, подруга, возлюбленная, любящая или супруга. Из этого центра исходят божественные темы и идеи. Они наполняют человека, и тогда он ощущает присутствие чего-то такого, что не от него. Кроме того, многие художники доносят до границ этого центра и погружают в него свои собственные, рождённые эго, темы и идеи. Безошибочно угадывая, что они будут возвращены, наполнены новым содержанием и очищены замечательным душевным ощущением жизни, присущим этому центру. Так или иначе, это приводит к внезапному и глубокому прозрению, изменению и наполнению чувств духа и сердца человека. Такие новые озарения всегда меняют расположение духа, а когда меняется расположение духа, то происходят перемены в сердце. Вот почему так важны образы и язык, возникающий из этого центра. Усиливая друг друга, они способны принести перемены, осуществить которые было бы трудно и мучительно, полагаясь только на волевые усилия. В этом смысле центральная самость служит и целителем, и дарователем жизни. Конец примечаний. А из-за того, что она безмолвна, наделена даром предвидения и инстинктивна, Кантадорос называют ее мудрой или знающей природой. Иногда говорят о женщине, живущей на краю времени или на краю света. Это креатура, и сотворившая мир ведьма, и богиня смерти, и дева, спустившаяся в преисподнюю. Но она может явиться и во множестве других обликов. Она и друг, и мать для всех заблудших, нуждающихся в обучении, мучающихся загадками, уходящих в леса и пустыни ради поисков и скитаний. В действительности первозданная женщина так безгранична, что в психоидном бессознательном, на том уровне, откуда она исходит, остается безымянной. Однако, порождая все важнейшие оттенки женственности, здесь, на Земле, первозданная женщина награждается множеством имен. И это делается не только для того, чтобы охватить миллиарды аспектов ее природы, но и для того, чтобы удержать ее сущность. Ведь в самом начале наших попыток возродить связь с ней, она может в один миг обернуться дымкой, и поэтому, присваивая ей имена, мы создаем внутри себя необходимое пространство мыслей и чувств. Тогда, появившись, она сможет задержаться, если мы ее оценим. Поэтому по-испански я называю ее Рио Абахо Рива – река под рекой, Ла Мухер Гранде – великая женщина, Луз Дель Абизму – свет из бездны, в Мексике она Ла Лоба – женщина-волчица, и Ла Хуэзера – костяная женщина. По-венгерски ее называют Оэрдебен, так что в лесах, и Росомак – Росомаха. У индейцев Наваха она носит имя Нааши и Аздаа – женщина-паук, сплетающая судьбы людей и животных, растений и камней. В Гватемале, помимо прочих имен, используется Хумана Дель Небла – существо из тумана, женщина, живущая вечно. Японцы называют ее Аматы Расу Омиками – таинственные высшие силы, порождающие всякий свет и всякое сознание. В Тибете говорят Адакине – танцующей силе, ясно различимой во всех женщинах. Имена неисчислимы, она бесконечна. Постижение природы этой первоначальной женщины – не религия, а практика. Это психология, изучение души в самом подлинном смысле слова. Психия – душа, логия или логос – постижение. Без этого знания женщина лишена ушей, которые позволяют вслушиваться в шепот собственного сердца, замечать звоны своих внутренних ритмов. Без него глаза женщины словно прикрыты чьей-то призрачной рукой, и большая часть её жизни проходит в полупарализующей скоке или прихотливых грёбах. Без него женская душа утрачивает прочную опору. Без него женщина забывает, зачем она здесь. Цепляется, когда лучше отпустить. Берёт слишком много, слишком мало или вовсе ничего. Без него она молчит, когда душа пылает. Дикая женщина жизненно необходима женской душе, а она – её сердце, подобное настоящему сердцу, жизненно необходимому для физического тела. Утрачивая связь с этой инстинктивной душой, мы живём только наполовину. И образы, и силы, естественные для женщины, не получают полного развития. Отрезанная от своего главного источника, женщина приобретает стерильную благопристойность, но утрачивает свои инстинкты и природные жизненные циклы. Попадает под власть общества, интеллекта и эго. Собственных или чужих. Первозданная женщина – здоровье всех женщин. Без неё женская психология лишается смысла. Эта дикарка – прототип женственности. Она не зависит ни от культуры, ни от эпохи, ни от общественного устройства. Меняются её циклы, её символы и олицетворения. Неизменна лишь сущность. Она. Она – то, что она есть. Она сохраняет свою целостность. Она – энергия, которая протекает через женщин. Если их притесняют, она устремляется вверх. Если женщина свободна, она тоже свободна. К счастью, сколько бы её ни подавляли, она снова вырывается на волю. Сколько бы ни запрещали, угнетали, пресекали, ослабляли, мучили, обзывали ненадёжной, опасной, безумной, каким бы ещё унижением ни подвергали, она всегда пробивается на поверхность. Даже самая кроткая, самая сдержанная женщина таит в себе сокровенный уголок для первозданной женщины. И у самой угнетённой женщины есть своя тайная жизнь. И ей присущи тайные мысли и тайные чувства, дикие и бойные, то есть естественные. Даже самая порабощённая и загнанная в угол женщина оберегает обитель своей дикой самости, ибо интуитивно знает, что однажды возникнет лазейка, отверстие, шанс, и она бросится на утёк. Я уверена в том, что все люди, женщины и мужчины, рождаются одарёнными. Однако поистине мало было сказано о психологической жизни одарённых, талантливых, творческих женщин. И напротив, очень много написано о слабостях и уязвимых местах человека в целом и женщин в частности. Что касается архетипа первозданной женщины, то для того, чтобы постичь его, оценить по достоинству и воспользоваться его дарами, нам следует внимательнее всего отнестись к тем мыслям, чувствам и свершениям, которые придают женщинам силы, а также правильно учесть ослабляющие женщину внутренние и культурные факторы. В целом можно сказать, что когда мы постигнем первозданность как независимое бытие, как то, что одушевляет и пронизывает глубочайшую жизнь женщины, перед нами откроются пути, которые прежде невозможно было вообразить. Психология, не способная обратиться к оброждённой духовной сущности в самой сердцевине женской души, не оправдывает надежд женщин, ни их дочерей, ни дочери их дочери, ни всех прочих потомков по женской линии. Итак, чтобы найти подходящее лекарство для искалеченных участков первозданной души и установить отношения с первозданной женщиной, необходимо точно назвать подобные душевные расстройства. Моя клиническая профессия располагает прекрасными, опирающимися на статистику, диагностическими пособиями и огромным количеством дифференцированных диагнозов. Она использует также психоаналитические параметры, определяющие психопатию по организации или её отсутствию, объективной психике, а также по оси эго-самость. Однако существуют и иные, определяющие форму поведения и ощущений, чрезвычайно убедительные с точки зрения женщин, описывающие сущность вопроса. Примечание. Ось эго-самость, выражение, которое Эдвард Фердинанд Эдингер использовал для описания во зрении Юнга, относительно эго и самости, как на взаимнодополняющей связи, где каждый и побуждающие, и побуждаемые нужны друг другу, чтобы функционировать. Конец примечания. Как выглядят окрашенные ощущениями симптомы нарушенных взаимоотношений с этой первозданной силой души? Ниже описаны те признаки мышления, чувств и действий, которые указывают на серьёзные нарушения или полную потерю связи с глубинной инстинктивной душой. Если пользоваться сугубо женским языком, то это звучит так. Я ощущаю себя чрезвычайно истощённой, утомлённой, неустойчивой, подавленной, растерянной, заезженной, загнанной, бесчувственной. Я ощущаю себя испуганной, хрупкой, слабой, виноватой, вечно сердитой или раздражённой, бездушной, никчёмной, увязшей, зажатой, помешанной. Не чувствую ни вдохновения, ни воодушевления, ни смысла. Ощущаю себя бессильной, постоянно сомневающейся, колеблющейся, зашедшей в тупик, не способной пробиться. Чувствую, что отдаю все свои творческие силы другим. Выбираю таких мужчин, работу или друзей, которые высасывают из меня все соки. Страдаю от разрушения собственных жизненных циклов. Ощущаю, что слишком закрыто, инертно, неуверенно, нерешительно, не способна управлять собой или ставить пределы. Не умею держать собственный темп. Страдаю от застенчивости. Отдаляюсь от своего бога или богов. Не нахожу пути к собственному возрождению. Глубоко погрязла в быту, в интеллектуальных дебрях, работе или инерции, поскольку это самые безопасные места для того, кто утратил инстинкты. Боюсь рискнуть быть собой или раскрыть себя. Боюсь искать наставника, мать, отца. Боюсь обнародовать свое несовершенное произведение, пока оно не стало шедевром. Боюсь отправиться в путь. Боюсь любить другого или других. Боюсь, что кто-то свалится мне на голову или исчезнет неизвестно куда. Трепещу перед властью мужчиной, испытываю упадок сил перед началом творческого проекта. Унижение, тоску, оцепенение, тревогу. Боюсь дать сдачи, когда не остается другого выхода. Боюсь испытать новое. Боюсь встать в полный рост. Боюсь высказаться, выступить против. Испытываю боль в животе, тошноту, изжогу, резь под ложечкой, удушья. Склонна слишком легко сдаваться или уступать. Но сцепи. Боюсь остановки, боюсь действия. Привыкла неоднократно считать до трех и так и неочиня. Страдаю самомнением, раздвоением чувств. И в то же время имею все способности и возможности для того, чтобы действовать. Все эти недостатки не являются болезнью какой-то одной эпохи или столетия. Они превратились в эпидемию, которая поражает женщин в любое время и в любом месте, где их притесняют, где их дикая природа оказалась в западне. Здоровая женщина во многом похожа на волчицу. Она крепка, бодра, полна жизни и энергии, знает свою территорию, изобретательна, верна, подвижна. А разобщение со своей дикой природой ведет к тому, что личность женщины обедняется, становится слабой, вялой, призрачной. Мы не для того приходим в этот мир, чтобы прожить свой век тщедушными созданиями с жалкой прической, не способными к прыжку и погоне, к деторождению, к сотворению жизни. Если жизнь женщины пришла в упадок или прокисла от скуки, значит, дикой женщине настала пора появиться, творческой силе души переполнить русло. Какое влияние оказывает на нас первозданная женщина? Когда она становится союзницей, лидером, образцом, учителем, мы начинаем видеть не парой глаз, а многоокой интуицией. Усиливая интуицию, мы становимся похожи на звездную ночь и взираем на мир тысячью глаз. Первозданная женщина приносит нам целый мешок с лекарствами. Она держит при себе все, что может понадобиться женщине, все, что женщина должна знать. У нее есть снадобья от любых болезней. Она наполнена историями и сновидениями, словами и песнями, знаками и символами. Она одновременно и средство передвижения, и место назначения. Воссоединиться с инстинктивной природой не означает полностью переделать себя, заменить левое на правое, черное на белое, переместить запад на восток, сделаться безумной или необузданной. Это не означает, что женщина полностью отбрасывает свою принадлежность социуму или становится менее человечной. Нет, совсем наоборот, первозданная природа вносит в жизнь женщины подлинную целостность. Что это такое? Это умение определить свою территорию, найти свою стаю, пребывать в своем теле с полным пониманием его и с гордостью, независимо от его совершенств и ограничений. Это способность действовать и высказываться от своего имени, сохранять бдительность и внимательность, прибегать к врожденным женским силам интуиции и четкости, достичь гармонии своих циклов, найти то, что принадлежит женщине по праву, развиваться с достоинством и добиться максимальной осознанности. Архетип первозданной женщины и все, что с ним связано, всегда был покровителем художников, писателей, скульпторов, танцоров, мыслителей, духовных деятелей, тех, кто ищет и находит, ибо все они посвящают себя творчеству, то есть главному занятию инстинктивных натур. В любых искусствах она занимает место в сердце, а не в голове. Она умеет выслеживать и преследовать, призывать и отталкивать. Она способна чувствовать, маскироваться и глубоко любить. Она интуитивна, символична и нормативна. Она необычайно важна для умственного и душевного здоровья женщины. Кто же она, первозданная женщина, с позиции архетипической психологии? Примечание, впервые этот термин был употреблен Хиллманом, а также с точки зрения традиционных сказителей, она представляет собой женскую душу. И все же она нечто большее. Это источник женственности. Она все то, что относится к инстинктам в видимом и невидимом мирах. Она есть основа. Каждая из нас получает от нее некую сияющую клеточку, где содержатся все необходимые для существования инстинкты и знания. Первозданная женщина, сила жизни, смерти, жизни. Это интуиция, ясновидящий, внимательный слушатель и преданный друг. Она способствует тому, чтобы человечество продолжало говорить на множестве языков и свободно владело языками сновидений, страсти и поэзии. Она перешептывается с нами в ночных снах, оставляет на грунте женской души грубую шерсть и путанные следы. Это наполняет женщин страстным желанием найти ее, освободить ее, полюбить ее. Она это мысли, чувства, побуждения и воспоминания. Очень долгое время она оставалась утеряной, забытой. Она источник, свет, ночь, тьма и рассвет. Она запах ила и задних лап лисицы. Ей принадлежат птицы, рассказывающие нам разнообразные тайны. Она тот голос, который произносит «Сюда, иди сюда». Именно она разражается громом от содеянной несправедливости. Она та, кто вращается словно огромное колесо. Она определяет цикличность. Она та, ради поисков которой мы покидаем родной дом. Она там, где мы находим новую родину. Она погружённый в глубину земли корень всех женщин. Она то, что подталкивает нас вперёд, когда мы считаем, что всё уже сделано. Она источник свежих мыслей и поступков. Она тот разум, который мыслит внутри нас, тогда как мы всего лишь мысли, возникающие в этом разуме. Где её искать? Где ощутить её? Где её найти? Она скитается по пустыням, океанам, городам, пригородам и жилищам. Она живёт среди цариц и среди нищенок. Она прячется в роскошных кабинетах и заводских цехах, в тюрьмах и на уединённых горных вершинах. Она живёт и в гетто, и университетах, и на улицах. Она оставляет нам отпечатки своих следов, чтобы мы смогли примерить к ним наши ступни. И она оставляет такие следы повсюду, где есть хотя бы одна женщина, способная стать плодородной почвой. Где живёт первозданная женщина? На дне колодца, у истоков рек, в том эфире, который существовал прежде времени. Она живёт в слезинке и в океане. Она обитает в звонком камбии, растущем деревья. она относится и к будущему, и к началу времён. Она живёт в прошлом и приходит оттуда на наш зов. Она живёт в настоящем, сидит на одном из стульев за нашим столом, стоит за нами в очереди, едет впереди нас по дороге. Она в будущем и потому движется во времени вспять, чтобы найти нас в нашем сейчас. Она живёт в зелёном побеге, пробивающемся сквозь снег, в шелесте стеблей умирающей осенью кукурузы. Она там, куда за поцелуем являются умершие и куда направляют свои молитвы живые. Она живёт в стихах, барабанных ритмах и пении. Она и в четвертной ноте, и в мелизме, и в кантате, и в сестине, и в блюзах. Примечание Систина итальянская литературная форма, стихотворение из шести строк, каждая из которых состоит из шести строк. Она миг перед тем, когда на нас нисходит вдохновение. Она живёт в далёком краю, врывающемся в наш мир. Кто-то может потребовать подтверждений, доказательств её существования. В сущности вы требуете доказательств существования души. Поскольку мы сами душа, то мы и есть подтверждение. Любой и каждый из нас подтверждение не только существования дикой женщины, но и её состояния в коллективном бытии. Мы доказательство этого непостижимого женского божества. Наше и её существование параллельны. Доказательство и в том, что мы ощущаем её внутри и снаружи. подтверждение тысячи и миллионы встреч, когда мы видим её в глубинах души, в ночных снах и дневных раздумьях, в мечтах и проблесках вдохновения. Свидетельство того, что она бывает здесь, то, что в её отсутствии мы ощущаем себя покинутыми, скучаем и тоскуем, когда её нет с нами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова